О своем будущем ролике я писал в телеграм-канале, точнее о том, что вы в нем увидите, а именно новый вид дарк рп игроков. Все мы, наверное, привыкли сталкиваться с таким видом дебилов на дарк рп, которые, будучи донатными или же наборными админами, как-то покрывают знакомых или же засаживают одного игрока чисто из личной неприязни, обидел друга, я не дам тебе тут играть. В этот раз я встретил тучу донатных пророков, каждый из которых поголовно знает, какое я правило нарушаю, и через сколько в секундах, минутах, часах я отлечу с админки и за что конкретно. Этот ролик также будет изобиловать озлобленными непонятно на что детьми, хотя немножко я понимаю, чем они недовольны. Но вот представьте, вы живете себе в своем идеальном мире, в котором есть, конечно, правила, но вы можете их не соблюдать, а наоборот нарушать, причем безнаказанно. Тем же самым занимаются и ваши друзья, просто потому что тут так принято уже по-другому никак. Никто из жителей этого идеального мира не хочет ничего с этим делать, либо потому что не знает конкретных правил, либо потому что не знает, как этому противостоять, потому что таких игроков, как вы, много. И тут внезапно приезжает челик на самокате и начинает раскатывать ваш клоповник и вас самих в труху. И в итоге оказывается так, что все, чем ты занимался, это одно сплошное нарушение. И что делать с этим, непонятно. Без нападения незаконно. А, что, блядь, что за... Так, конечно. А, ну, я не знаю. Так, вот, стойте. Зачем ты меня убил первый раз? И что? Нажаловался до весики, плакса, плакса. Зачем ты и вас клюбляет? Вы плакса, жалуюсь я одним, плакса. А, ну, подождите сейчас. Тяжело без родителей живется. Плакса, плакса, плакса. Ну, да, видать. Где поплачь? Четыре точки, так скажите, ему. Там, мне кажется, в курсе, это весы по его поведению. Демка нужна на убийство. Ладно, хорошо. Зачета меня убил? Зачета меня... Да, мне все равно. А ты признешь, что ты его убил? Чтоб ты не плакал, понимаешь, что у меня жизнь на лимон не казалась. Ты признаешь? Ты признаешь, да? Да, я признавал, браток. Давай уже понятно. Ты смотрел фильм «Парфюмер». Ты же так же родился, как он, Жан-Батист. Да иди дальше со своим изменением голосом говорить. Я могу с тобой без изменения поговорить, но ты просто нахуй улетишь. Позор, 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 да-да-да-да-да. Да, позор с таким вокабуляром рот нахуй открывать. Я же хочу зайти в этот магазин, а не поебулу получать. Чё ты оружие машешь? А зачем оружие достали? Сейчас же нет необходимости доставить оружие. Можете убрать его. Отчего оборона? Тут никого нету особо. Лучше уберите. Ну, двустволка у вас была. Мне интересно, у вас лицензия на него есть? А можете предоставить её? Не, я не курю, не курю, спасибо. Предоставьте лицензию, пожалуйста. Вот тут мы отыгрываем ролл на лицензию для оружия. Я его проигрываю. Ого, хуя в моём, блядь, доме. Эй, блядь! За что? Нахуй ты с оружием взял? Нефиг с оружием захватить сюда. Вот видите, по-лицейски, почему мой друг стоит за оружием? Ну, теперь-то да. Но у него лицензия есть на это, всё нормально. Если у меня тэпнут, я вам это всё нормально так хорошечно объясню. Ну, скомпоновано, не совсем кратко, но по факту, потому что, ну, блядь, кто будет в здравом уме подходить к полицейскому в спину с дробовиком? И стоять просто так вот пылить на него, а? Вот это интересно, а? Кто? Никто. Ну, нормальный человек так делать не будет, а челик на Даркерпе, который родился. Ну, который родился где-то вот здесь вот. Такой делать, конечно же, будет. И делать это на постоянке. К стене. Убрал нахуй ствол и к стене лицом. Чё за... А за что? Я вот даже пальцем не трогал. Мне интересно, какого хуя у тебя манипринтер тут делает? Это не моя даже аренда. Я пришёл к челу, тут стоял манипринтер. Да? Я его сломал. А оружие у тебя? Оружие я, ну, нашёл вот тут, на полу. На полу нашёл, серьёзно? Да, да. Чё происходит? Вот он, вот он, вот он, который бомж. Чё? Который за ним, который в стене. А вы можете не двигаться? Я вам сказал к стене встать, стоять, спокойно. Да, хорошо, хорошо. Чё происходит? Гей? У него есть сеть? Фу, блядь. Бегай, он гей. Револьвер откуда? Да, лицензия на него есть? Лицензия? Так я... Так... А, так ты же нашёл оружие. Без оружия ты бегал... Парад дебилов сегодня у нас открывает этот челик на бомже, который решил поиграть в Робин Гуда, хотя у него роль заключается совершенно в другом. По идее, он должен просто избегать всех конфликтов, которые могут ему показаться опасными для его жизни. Но вместо этого он идёт против власти, помогает бандитам и так далее. Да, на некоторых серваках можно создать свой бомжеград, в основе которого будет глава бомжей и все остальные бездомные, которыми он будет управлять. Можно будет сделать какой-нибудь митинг против власти или же потребовать что-то от мэра. Но я очень сомневаюсь, что это хоть немного походит на митинг, и поэтому подаю ЖБ. Я помню, ты мне в тот раз... Можешь меня убить? Можешь меня убить, пожалуйста. Здарова, зачем ты убил меня? Когда? Ну вот, когда я этого стал училась, лицом к стене ограбителя за револьвером. Он мне бабок подкидывал и так далее. А что? А ты признаешь, ты признаешь, что шти его убил? Ну? Когда он тебе успел бабки скинуть, если он был в наручник? Он до этого еще скидывал. За что? За то, чтобы он... А, за то, чтобы ты его в будущем защитил от мента? Да? Ну что за бред? А в чем демка? До этого, а не после того, как ты ждал. Я демка защитил. Ты же это сделал. Ты же убил его, ты признал-то. Ну это мой друг был. Ну и что? А зачем ты его убил? Ты б за бомжа зачем полицейского убиваешь? За бомжа зачем полицейского убиваешь? За бомжа где прописано, что ты не можешь, что ты можешь? А где написано, что я так могу делать? Ну вот именно где написано, что ты так можешь делать. А, нигде. Ну и вишь, проебался. Защищал, ты не защищал друга, ты убил человека при этом. Ага, прощения не было. Ты не защищал от бандитов, чтобы так делать. Прщина была, а ты моего друга мог арестовать. Ладно, он демагогию ненужную разводит. Просто спрашивает, а где это запрещено? Блядь, заебался я эту хуйню слушать. Баню его. Боже мой. Боже мой, да. Вот именно что, боже мой. Мужичье. Боже мой. Я хотел встать лицом к стене. Зачем? Мне подчинение. Так я же тебе сказал, что все, типа все, все остановлюсь. Я еще и спросил, у тебя нахуй ты это делаешь? Ты по мне стрелял просто. Ты с оружием был. Ты слишком быстро отсчитал, ты понимаешь? Ну, так и ты с оружием был. Ты с оружием был. Конечно, я буду торопиться. Так, в смысле, блядь, ты на человека, который с дробовиком бежит изначально, ты ствол наводишь, пистолет, блядь, и угрожаешь ему. И я испугался. Причем ты считаешь, раз, два, три, и начинаешь по нему палить. Тебе ж надо было просто поебашиться с кем-то. Ну, камон, ну, ну, че это за бред? Я говорю, я испугался свою жизнь, блядь. Я сказал, у меня было изначально оружие, я хотел там, типа, чел зарейдить. Ты такой там побегаешь с дробовиком, конечно, блядь. Не, ну хорошо, но головой-то тоже надо думать. Но ты же видишь, шапа, тебе не стреляй, а на тебя даже не целюсь, не навожусь. Но ты просто хотя бы помедленнее считай. Я же тебе сказал, типа, да все, 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 остановлюсь. Я сначала сам не понял, че такое. Ты вроде, типа, сидишь, потом раз додергался, такой лицом к тебе раз, два, три, и потом начинаешь по мне палить. Ну, я просто хотел там чел зарейдить, а тут ты, блин, тобой, ё-моё, испугается. Ну так, а, то есть ты хотел почистить себе место, чтобы для рейда, а, он из тюрьмы вышел, все, арест кончил. Он хотел себе место для рейда освободить, и только вот для этого он убил мента, считай. Нельзя было как-то сказать полицейскому, там, ложную инфу дать насчет манников, там, послать его, блядь, в конец города, чтобы он пошел гулять, пока ты кого-то рейдишь. Не, надо сразу просто убить. Я хотел именно жестко прям зарейдить, там, это. Всех убить. Ну так, прогнал бы мента тем самым, то, что ты его обманул, там, скал бы ложную наводку. Мент бы ушел, ты бы взломал там, и как папич бы закричал сейчас убью всех, и сделал бы это. А так, по факту, ты просто взял, убил человека просто так. Ну, то есть меня. Да, 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 да. Ну вот, видишь. Я только что объяснил вам, вам судить. Я только что вам объяснил, то, что я очень сильно испугался, плюс я хотел зарейдить человека, плюс я досчитал за трех, и это было неподчинение. Не, ну если ты прям быстро считал, как можно сопротивляться быстро? Да, я же не вот так, раз, выжарите. Хорошо. Лицом к с ней раз, два, три. Ну, примерно так это и было. Ну, все нормально. Раз, два, три. Ну, нормально. Ну, да, возможно, это еще прозвучало нормально, но давайте еще раз обратимся к тому моменту, когда он начал мне отсчитывать, как это выглядело. Потому что я просто бежал, я на него внимания не обратил. Мне спину. Ты прям бежал на меня. Какой спину? Ну, блядь, естественно, я буду на тебя бежать, потому что я поднимаюсь по лестнице, на верху которой ты стоишь. БЛАД! Я че, спиной должен как-то спускаться, чтобы от тебя идти? Ты просто сидел с пистолетом, яйца, блядь, высиживал на лестнице. Вообще, я сказал, почему я его убил, вам решать. Испугался, охуенно. Бля, вот мне может быть тоже боязливым стать, вот, понимаешь, взяться просто за оружие, за тесак. Не, 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 я. И просто вот ходить с тесаком где-нибудь по подъездам, увидеть кого-то внезапно, захуярить, искать. Я испугался просто, ребят, я пугливый просто. Тут темно. Темно тут у вас, как и в фильме Брат 2, и переебашить всех, блядь. Че было, кстати, че было? Так ты испугался или то, что тебе не подчиняются, ты из этого убиваешь? Первое, первое, первое объяснение, ну, хуйня полное, потому что ты слишком пугливый для того, чтобы быть бандитом. Понимай, как хочешь. А второе, ну, неподчинение, ну, я за условную секунду полторы, как ты считал, один, два, три, я особо не пойму, когда... Семен Джей, можно я тебя перебью? Да, конечно. Спасибо. Ты говоришь, что он, типа, боялся. А чего ты от него боялся, если у него даже оружия не было? Ой, какого у него не было? Он дробал, что такой... Нет, у меня было... Я отбежал постоянно с оружием, с дробовиком в руках. Он такой бежит, значит, на меня прям. Я посрал, что ему. Ну, типа, я подниму, смотри, я поворачиваю, я поворачиваю так вот по отелю, поднимаюсь, просто вижу, шкент сидит какой-то просто, и все. Но я на него внимания не обращаю, не пойму, что он делает. Не на него похуй. Он же решил, он видя то, что я не на него бегу, с ним не говорю, он... Лицом с ней раз, два, три... И ебажит меня просто. А, это... Вот ты говоришь, что тебе пофиг на меня было. Так ты ж полицейский. Чему тебе пофигу? А почему мне не пофигу? Ты для меня обычный гражданский. Я мафия. Бля, я чё, знаю поголовно и по лицам, кто мафия, кто нет, серьёзно? Ты для меня обычный гражданский чел. Вот так усиживать с оружием. А я не видел у тебя оружие, ты понимаешь? Я не видел у тебя оружие. Круто, вот так вот прицелился прям. Ну, у меня модельки оружия у всех в паху находятся, вот между ног. Дробовик, пистолет, неважно. Ну, бандит не будет таким пугливым при виде мента, тем более, когда у него и стулья. Интересно, блин, с дробашом. А, то есть ты, блядь, испугался, и ты всё равно начал мне угрожать оружием и убивать меня, ты серьёзно? Слышь, тут пахнет ещё одним нарушением. Фиррер Бэн. Плюс, какое нарушение? Плюс это, я подумал, по твоему склону, что ты чекернаут. Какой фрикил? Неподчинение. Бля, я как могу к тебе подчиниться? Даже, понимаешь, БДСМщики больше времени дают на подчинение. И только потом пиздить начинают. Ты же просто для формальности отсчитал, чтобы потом отмазываться на жалобе, типа неподчинение. Это всё. Я же не считал прям очень-прям очень-очень быстро. Бля, где плётку купить на этом сервере? Сейчас я тебя подчиню, нахуй. За секунду мне не подчинишься в таком случае, я на тебя жалобу, нахуй, что на кота. У него логика не так работает. Бля, она у меня работает хотя бы как-нибудь, в отличие от тебя. С твоим объяснением, что ты сначала боялся мента, потом ты не побоялся его. Так любой адекватный человек, который готовился к рейду, вообще бы его сейчас бы ограбил, или бы сразу же убил. Вот сейчас всё делают. Человек, который готовится к рейду, он не будет грабить полицейского прямо возле места рейда, понимаешь? Это немного не так работает. И ты мне про логику говоришь? Ты чё, серьёзно? А теперь мы переходим к другой части ролика. Может быть, кто-то читает мой телеграм-канал. Там я написал, что открыл новый вид дебилов в DarkRP. И это не заново переоткрытый какой-нибудь вид админов, который покрывают друзей. Нет, всё куда интереснее и немножко проще, чем обычно. У любого были такие ситуации, когда вы просто играете, встречаете нарушителя, подаёте ЖБ, и на ЖБ вам говорят «Демка есть или нету?» И вам говорит, это постоянно спамит как раз-таки нарушитель. Так вот, год назад я придумал, как можно законтрить эту фразу с запросом демки. Вы просто спрашиваете после того, как объясняете свою версию, было ли такое или нет. Если человек вам отвечает, что не было, то вы показываете демку, и он получает ещё и обман администрации. Сегодняшние долбоёбы поголовно считают, что если игнорить этот вопрос или же отвечать на него достаточно расплывчато, не давая точного ответа админу, то это может прокатить. На некоторых серверах запрещено игнорировать вопросы от администратора, который разбирает эту ЖБ. Поэтому, ребята, если вам встречается такой урод, просите админа от своего лица лично задавать ему эти вопросы. Ну тут-то нету армии ТРП как такового, да? Армии ТРП там, ну вот эта вся херня, типа не можешь за мента без качи доставать оружие. Я считаю, это достаточно бредовое правило, потому что, блядь, вы менту запрещаете на постоянке таскать ствол. Как ментам тогда сопротивляться? Здрасте. А у меня оружие есть. Вот это вот ненавязчивое, а у меня оружие есть, это прямая провокация госсотрудника на какие-либо действия, что нарушает правила нон-РП конкретно этого сервака. Сейчас вы услышите первый выстрел в мою сторону, и это будет вторая попытка спровоцировать меня. Ну хорошо я ему так плюху дал, дамага не хватает, к сожалению. Я ему такую прям плюху в полете дал, я бы убил, он бы кричал, он меня снайпнули в полете! И мимо меня пробегает человек с именем Зен, говорит мне, что, мол, у меня есть оружие полицейский, но хочет, чтобы я его проверил. Потом я еще раз мимо него пробегаю, просто патрулирую, и он пробегает чуть дальше, стреляет в мою сторону с СВД, ну чтобы меня спровоцировать, но только непонятно зачем. Я за ним, получается, бегу, он забегает в домик вот этот вот, который на два пролета делится, выпрыгивает с окна, и в итоге меня убивает. Только я не понял, зачем он это начал, зачем он перестрелку спровоцировал? Он постреляться хотел таким образом. Смотри, мы же в гетто с тобой пересекались, ты мне один раз сказал, что у тебя есть оружие, я тебя проигнорил, но потому что смысла не было тебя просто так проверять. Затем я пробегаю еще раз, ты берешь мою сторону, стреляешь с СВД, выглядываешь, побежал ли я за тобой, я побежал, и ты начинаешь убегать в этот домик, и выпрыгиваешь через окно, получаешь плюху с дробовика, и убиваешь меня. А смысл этой перестрелки был? Ты же молча выстрелил, спровоцировал мента, а зачем? Я не специально, может, выстрелил. Ну, у тебя же... Я думаю, все понимают, что это странный пайп. У тебя демка есть? А что тебе в демке такого должно быть там показано, что подтвердит твою вину? Мне кажется, уже эта версия, когда ты сам пытаешься как-то выдать свою криминальную деятельность за бандита, а говоришь, что у тебя есть оружие. Какие доказательства? Можешь демку показать? Ты можешь мне не перебивать? Ну, смотри, либо мы сейчас смотрим демку, и это все затягивается, либо... Вы уж как-то решите призывай. Давай посмотрим демку. А что, смотри? Скидывай сюда, и сходи. А что, смотри? Давай. То есть ты говоришь, ты хочешь сказать, такого не было? Я типа брежу, да? Ну, может быть, да. Ну, хорошо, он говорит, что такого не было. Обман администрации. Есть такое правило? Что еще раз? Есть правило обман администрации, не, ну, просто посмотри вот демку. Отлично. Если демка есть... А он при тебе сказал, что такого не было. Давай тогда, если на демке все это будет, то у него будет еще и обман. В итоге мы посмотрели демку, нарушения его подтвердились, поэтому, ребята, пожалуйста, всегда, прежде всего, пишите демку на всякий случай. Не часто это делаю, но в этот раз все же попрошу, имею право. Ребята, если вы таких встречаете во время игры на каком-то серваке, то старайтесь их раскрутить на как можно большее количество нарушений за одну жалобу, или же за несколько ситуаций. Ну, примерно, как это делаю я. Несколько дней бана, неделя, месяц, перманент и так далее. Так, чтобы челики не могли играть на каком-то серваке. Но, опять же, не нужно всех подряд пытаться выжить с сервака, просто потому, что вы, типа, умеете, посмотрели у меня в видео, как это делается. Просто есть такой вид людей, они нарушают правила, их тэпают на жалобу, выясняется, что такое было, и они никак не отпираются, не пытаются обмануть админа, ничего такого не делают, и получать наказание заслужен. Ты же в курсе то, что ты, как мафия, не должен афишировать всю деятельность. То есть ты должен быть скрытным. Ты не должен отличаться от гражданину. Ты начал его провоцировать, говорить, что вот, смотри, у меня ствол, проверь меня. Этого я не знал, да ладно. Плюс, зачем ты по нему выстрелил в сторону? Я не хотела, случайно, я посмотрела, куда он побежал, и дожал на кнопку случайно. Да? Не случайно, не случайно, это уже считается за нарушение. Да, я понял, следующий. Все, тогда согласен, то, что у тебя на накладке. Отлично. Он тебе говорил до этого, что такого не было. Я ему задавал вопрос, типа, ты утверждаешь, что этого не было, что я описываю, то, что это вред какой-то. Он сказал, можно сказать и да. Но он хотел тебя обмануть, надеялся, что мне не знаете. Да сколько-то бандиты, я все равно уже из игры хотела выходить. Ну да, да. Какие-то бандиты пугливые, ребята, я не понимаю, в чем прикол такой. Я немножко испугался и ебанул. А я немножко испугаюсь, перееба, что значит весь город. О, я только что пробегал, тут же мура не было. Опа. Кажется, он причастен. Охуеть. Ну давай, там далеко. Ребята, ну никому не нужно. Ну-ка, стоять. Сука, вы понимаете, что это за бред, блядь. Это пизда, блядь. Что за нахуй? Я не понимаю смысл, я не понимаю логику этих микробандитов. Мне вот интересно, как мыслит человек, который берет эту профу. Ты просто развернулся, сказал, смысл остановись и убил меня. В торговом центре, при свидетелях, без причины, достав оружие вообще. Мне просто интересно, как при таких решениях действует бандит, которому нельзя раскрывать свою деятельность. Ну а что смотреть? Куда еще смотреть? Понятно. Вот и испугался. Опять блядь, что вы все за бандитов такие пугливые? Я просто ваху. Оно и понятно, что у тебя ума хватает максимум на то, чтобы либо убить, нарушив три правила за один моб, либо убить в админ-зоне. Иди в баклавы, иди в баклавы, иди в баклавы. Вот это зачем сделал, адиот? К стене встань. К стене встань. Сюда. За что его? За что мы жили? За покрышение на полицейского. А за что? Слышь на себе. В общем, меня назвали Чуркой, игрок с под ником Кочерга. Он подошел к вооруженному полицейскому, столкнул его в воду, непонятно зачем этим спровоцировал, без причин. И говорит, типа, пойди, искупайся, Чурка, или что-то такое? Вот мне интересно, зачем это сделали? Тепните его, пожалуйста. Ник Кочерга, Данжон Мастер. Ну, это был РП-процесс, ITMO кем угодно. Ты человек. Ты просто на ровном месте подошел и так сказал. Тебе за киллером. Ну, блядь, это РП-процесс. Ага, в чем РП-процесс запрещался? Я не назвал или еще где назвал. А это был РП-процесс, понимаешь? Ну, правила не регулируют РП-процесс, не РП-процесс. Просто запрещено. А, не запрещено. Запрещено ли? У вас был бы хотя бы. Ага, если у, хотя бы какой-то был РП-диалог у вас, тогда это можно. А, если он просто так подошел, сказал, просто так взял, подошел, сказал, что ты плохой человек. Да, так и было. Он сказал, пойди поплавай чурка и берет меня просто толкает с заборчика в воду. Ну, просто так. Ну, НРП и оскорбление. Че тебе не нравится? Мне не нравится, что ты здесь играешь. я где-то на НРП его видел. Ну, зачем ты подошел просто к мента толкнул? Причина какая у тебя должна быть адекватная? Попробуй объясни хотя бы это. С оскорблением ты уже не вывез. Подожди, а я сейчас почекаю, я был с оружием или без этого? По факту, ну, я это расцениваю, то, что меня пытались сбросить с высоты за покушение на полицейского. А на это, знаешь ли, надо тоже решиться. Не, если он бы тебя вот так вот взял и толкнул когда-то оружием, это у него ферральп. Да, с оружием. Да, я был с оружием на данный момент, ну, на тот момент, типа, вот. Я в тот момент перестреливался с человеком, который обстреливал цемент. Он это все видел, он просто в тупую подошел, столкнул меня, оскорбил, нарушил тем самым три правила. Оскорбление, нон-РП и ферральп. А можешь что-то мне показать демку? Что ты был сам уже? Да, без проблем. Кидай дискорд. А почему тогда у меня ферральп? Ну, ты не побоялся на полицейского полезть, скинуть его просто так, видя, что у него оружие в руках, и он при тебе стрелял в кого-то. Ты этого не боялся. Я думаю, на этом стоит закончить, либо сейчас ему опять моча в голову ударит, он что-то еще придумает, еще более ебанутое. Да, я тебе моча в голову ударил, а ты бишенька. Обиженка. Поплачь. Нытик, блядь. Так, ну еще, еще муд. Да, надо будет муд потом дать, спасибо за разбор. Обиженка, сука, вы правила, блядь, нарушаете, чисто для того, чтобы потом спамить все как один обиженка? Думаете? Не, ребят, я прекрасно понимаю, когда бандиты объявляют госам войну и стреляются с ними, бегают по городу. Ну, или же просто рейд какой-нибудь, где ты зашел и ты должен с кем-то файтиться, это окей. Но для меня все еще остается непонятным логика микробандитов с дабл-баррел головного мозга, когда они просто видят обычного мента, который ничего не делает и они решают по нему пострелять. Снайпнули в полете. Ебать. Я нашел лайфхак, как можно обороняться против челиков, которые думают, что вот сейчас ты повернешься и они тебя ебнут. Ага. В общем, я побегал еще какое-то время в РП-профе и потом понял, что здесь счастье можно найти только в профессии администратора, но никак не в РП. А понял я это благодаря своему огромному опыту игры на РП-профессиях, ознакомиться с которым вы сможете прямо сейчас. С.. Сонг, слине 2. Сонг, слине 2. Без... Бабик. Сколько у вас тут? Сонг к слине. Стань. Много. 30 тысяч. Это Крабит. У меня нету, Сойка. Я предлагаю... Побег. Пропы пропадают, блядь, как играть? Да что за... Нет, я перестал мыслить как душнило, оттого и все проблемы. Да, ребят, я перестал мыслить как душнило, оттого у меня все проблемы. А какой мудар вот, интересно, мне взял, заблочил камеру, чайно. Изи минус 2. О, окна, я тебе сломал, но я мог заплатить. Ну да, я прям... Ты продавец оружия был? Ты за мирную профу меня убил, хоть ты должен мне сказать... Ты напал на мой магазин, имею право. А ты где-то убил продавца оружия, заказ был? Да мне все равно, лечу я в банк, не лечу, потому что я сейчас 500к слил, понимаешь? 500к в роли слил. Да, он ебаный, блядь. Да мне похуй, я 500к в роли слил. Ахуеть трагедия, пойду нарушать все правила. Пиздец, блядь. Мне интересно, вот он камеру зачем заблочил? Здорово. Я тебе... А я тебе разрешал меня тэпать сюда, подожди. Я тебя не вижу. Ты не видим? Ну сейчас, я здесь. Я тебя слушаю. Подожди, подожди, подожди. В общем, камеру ты зачем заблочил? Я ты разрешал меня тэпать? Я разрешал тэп? Камеру зачем заблочил? А это не запрещено. Правила убрали. Я понимаю. Но ты-то зачем-то ее заблочил? А я не имею права блочить? Нет, я друг его просто задал. Не слышишь? Нет, камеру зачем заблочил? Я тебя зарейдить хотел с другом и забыл про тебя. Ты туда вообще не заходил. Поэтому ты просто такая заблочил. И оставил. Забыл. Я имею право ее блочить. Но такая. Я имею право блочить. Окей, у нас за улного дозури, он тебя понижает. Сейчас пока не бань, пока не бань. У тебя халатность будет, если ты не объяснил мне всю ситуацию. Ты мне не объяснил всю ситуацию. У тебя халатность будет. Я админа бут, кстати, за то, что меня не спросил. Не бойся, не бойся. Долбоеб. Ты знал то, что убрали все... Ты знал то, что... Ну как бы у него как минимум есть нарушение, но как бы слышишь, что ты его не можешь бани, потому что как бы убрали пробкамера, убрали эту штуку сервера. Убрали. То есть он может камеру закрывать предметами. Но зачем ты же ее закрывают, а не просто по фану все камеры закрывают? Ну как бы это не считается за нарушение. Это камеры закрывают. Разванивают, потому что это не является. Ты меня слышишь? Я поверь, я не его друг, я его самбо. Так это не считается за нарушение, понимаешь? Ты меня не слышишь вообще. Но на РП это... В чем тут заключается не на РП? Потому что он камер у вас обе глаза закрывал. Для этого же должна быть какая-то причина. А, зачитай мне правила на РП. Хорошо. Раз ты не знаешь... Раз ты не знаешь, я готов зачитать тебе правила. Не, я лучше себя правила знаю, поверь мне это. Расскажешь. Так, вы должны сопоставлять свою игру с реальной жизнью. Ну ладно, я хотел программу для изменения голоса, не пользуюсь. Ну, мне хотя бы на нее денег хватило. Давай уже с этого начнем и закончим. При игре на сервере вы должны сопоставлять свою игру с реальной жизнью. У меня потому что они ее начинают пользоваться. Соблюдайте правила выбранной профессии. А вдруг как бы его кто-то подкупил, он подкупил, типа, и все камеры захотелось... Ну, он мне это не так объяснил. Он мне не так объяснил. Разбанил. Разбанил. Выдай ему еще одну минуту бана и разбанил. Ты... Ладно, короче, давай отдыхай, иди занимайся своими делами. С тобой разговор никого не будет. Я его сейчас сам разбаню, если захочу. Я тебе тогда попрошу выдать админ Абулс. Идет. Ну, я тебе халатно споршу. Зарей, выдать. У меня дамка есть. Что ты здесь втираешь? Ты их... Втираешь? А он дозорит, когда отсюда сделан. А, он дозорит, что на сервере нет. Ну, зайдет, я покажу. Обиженной жизнью похоже. На что? Ну, на это же должна быть причина. Обиженной жизнью. Ты мне говоришь про обиженного жизнью, и ты сейчас ноешь про то, что мне вылетит какое-то там еще нарушение. Кто из нас обиженный? Выключи программу. Не выключи. Стесняешься или что? Я? Стесняюсь? Я бы тогда не использовал войс. Я бы тогда ни с кем вообще в жизни бы не разговаривал, если бы я стеснялся. Вот кому-кому, но точно не тебе о моих стеснениях говорить. На пять часов за серверку купил обнерку себе, ты шара. Могу позволить, а ты что, нет? Не, я просто не дурачок сюда бы закидывать, как старик. То есть, по-твоему, сервер поддерживают дурачки только, да? Треварно выдадут. Не, подожди, ускоро тебе пять лет. Ты сказал, что сервер поддерживают дурачки. Люди, которые закидывают деньги на сервер, чтобы поддержать создателя. Я такого не говорила. Ты только что сказал, что люди, формально, которые поддерживают сервер и закидывая на него донат, это дурачки. Поздравляю. Так, я тебя разбаниваю. Сейчас я тебя разбаниваю. Что, как дела? Не получается, да? Разбаниваю? Да, не получается бан, да? Прописать на меня. Разбаниваю, я типа, короче, говорю. Нет, тебя не... А, на тебя бан прописал, что ли? А, подожди. Я его разбаниваю. Да, надо конченый. Я сочи, значит, отпустим, иди, сочи. Я не скопировал. А, я твой заранее, с теми, надеюсь, я скопировал. Хуесос. В этот момент в админзоне начинается сущий кошмар, потому что стоило мне просто забанить какого-то микробандита за нон-рп, как тут же к нему подключается знакомый администратор, вокабуляр которого ограничивается, ну, типа, как бы, ну, это... Это я знаю лучше тебя, и я не стесняюсь своего голоса, у тебя программа для изменения, пиздец. Пока он заговаривал мне зубы рассказами о том, какой же я плохой администратор, правил нихуя не знаю и вообще права на существование не имею из-за того, что я юзаю в Вайсмод. В этот момент он втихаря выписывал мне бан, за что сам туда и отлетел. Как тут же подлетает третий микробандит в админ профессии и начинает расспрашивать, за что эти двое получили пиздюлей. А, Твикс тебе никак не мог выписать? Да, но, тем не менее, мне написал в чате, что он попытался меня забанить. То есть он уже хотел это сделать в этот момент. Я же не дебил, я не буду просто так раскидывать. Ну, смотри, на счет, смотри, 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 на счет блока камеры. Правило, на счет, у нас, как бы, камера блока, то есть, пробуем закрывать. Его нету. Раньше оно было, сейчас его нету. Я рад, что его убрали, но это в НРБ приравнивается. Потому что, что правильно написано, сопоставлять свою игру с реальной жизнью. Ты в реальной жизни будешь бегать, просто закрывать камеры? Потом просто тебя... Ты с чего, интересно, взял, что он, наверное, бум, закрывал. Он сказал то, что он забыл потом, он закрыл камеру, чтобы, типа, меня зарейдить. В итоге я стоял все это время у себя в хате, он меня не рейдил, и он вообще про это забыл. Поставил блок камеры, зарейдил, убрал. Все, побежал дальше играть, а не поставил и забыл. Ну, вот это бред. Поставь он за рейди меня и убери. Ну, окей, претензий нету. Он поставил, забыл и побежал дальше своими делами. А дела у него какие? Не особо отличающиеся от других дебилов на сервере. Просто побегать на крыше или же пагета с оружием и нарушить нон-рп. И поубивать под крики «пять канапал». А что я сейчас сделал, интересно, такого? Мат? Я сказал дебила. Дебил, по-твоему, мат? Во-первых, у тебя охватность прилетела в момент, когда ты в зебайных стоял. Дебил. Угу. Четыре кэшки. А чё? Не нравится тебе чё-то? Или ты одно слово выучил из свода правила и постоянно им спамишь? Так я и без тебя знаю, что это правило. К примеру, свода такое, блядь. Такое-то, блядь, что? Вот у тебя теперь тоже халатность есть, поздравляю. Выписать тебе пиздюлей. И где-то у меня халатность видел. Ты только что сказал, блядь, в момент, когда ты выключал микрофон. Демка пишется. Ну да, давай. Шо, да, давай. Чё, сука, думал, самый умный, блядь, мне тут перечитываешь правила, которые у меня открыты на втором мониторе? Ну ахуеть теперь. Которые надо учить, а не открывать на втором мониторе. Учить, блядь? Я чё, в школе учить правила? Совсем ёбнулся? Так учить. Нахуй мне учить правила. Я сюда не захожу, чтобы учить правила, как учить уроки. Охуя, оно мне нужно учить правила. Если я могу просто открыть правила, оно нужно и прочитать. А что ты не умеешь играть за РП-профессии и чисто заодно полетать, ничего не умеешь по правилам всех. А ты у нас дохуя умеешь играть за РП-профессии. Весь твой РП сведён к тому, чтобы кричать 5к на пол и стрелять по челикам, которые без доната играют. Вот это вот у тебя весь твой верх. Большего тебе не дано. А ты считаешь, что у тебя РП лучше? Оно могло было быть лучше. Оно могло быть лучше, если бы ты не бегал, не ебашил всё гетто постоянно. Могло быть, но оно не лучше. Ну да, я тебе ещё раз говорю, ты меня что, не слушаешь? Ты глупый? Ты не способен в диалог? Я тебе говорю, оно могло быть лучше, если бы постоянно по гетто не бегали челы, которые тебе ломают окна, которые ломают тебе и грузами 5к на пол. Ты же даже не отрицаешь того, что ты просто бегаешь на сервере, кричишь 5к на пол и всё. Большего ты ничего не вносишь. Да, как ты, блядь, какие как ты? Я спокойно себе играю на профессии, на профессии оружейника. На какой профессии? На профессии оружейника. Софт на профессии, на НРП, да. И всё? Я в данный момент на профессии на НРП, потому что я наказываю челиков, которые нарушили, если ты этого не понял до сих пор. Ты мне чё-то про НРП будешь говорить, когда у тебя у самого оно ограничивается 5к на пол и всё. Но ты бы хотя бы ми обыскал карманы, блядь, отыграл. Ну, если ты так же НРП топишь. Ты чё, ты вот новое придумывая, помимо ограничивается 5к на пол. А мне не нужно ничего нового придумать, если я вот этим оперирую, если оно так и есть, блядь. Ты что-то новое реально можешь внести в НРП? Ты не придумаешь ничего. Давай, предложи, давай, давай. Кроме 5к на пол. Ты же этим всем и занимался при мне. У тебя карта банклавщита ограничена только одним гетто районом. А арсенал действий, который тоже ограничен. Крикнуть 5к на пол, пострелять по челикам и всё. Ты же ограниченный. Как умственно, так и в игровом плане. О чём с тобой вообще разговаривать? Зачем для тебя что-то новое придумывать? Тебе хватит и того, что я сейчас говорю. Удачи. Да, да, да. Как кликать на другие профессии, кроме бандита, научишься, тогда расскажешь мне что-нибудь. Ебись. Какой плёт, блядь. Халатность у тебя, сука. Сам, значит, за собой не замечаешь, когда ты что-то говоришь. Пиздец. Так все хотят, блядь, задушить. Я как будто на второй Umbrella играю. Сука, пиздец. Дожили. Тут челы, которые играют на бандите 24 на 7. Тебе рассказывают про то, что у меня хуёвая РП. Дальше, летая по серваку, я заметил, что у челика, который заблокировал мне камеру, была ЖБ. Он решил на одного челика пожаловаться и на меня ещё потом. Пока они разбирали жалобу на одного человека, я ни слова не проронил. Но как только речь зашла обо мне, я предложил им поменять крышу, потому что на той, что мы находились, происходил полный пиздец. У меня просто слов нет, чтобы это описать. Дарк РП во всей красе. Так, давайте отлетим, где не шумно. Вы нормальный, нет? Ну, пока... Ты понял, я оскорбил его. Давайте отлетим в другую часть карты, где не будет так шумно. И там поговорим, если кто-то хочет. Вот, летите, мы тут разбирали жалобу из-за того, что... Но у него же на меня жалоба. Кто не хочет, можешь ты улететь, пожалуйста. Да, реально улетите вообще, если тебя никто не хочет. И тогда будет жалоба. Так у него же на меня жалоба. На тебя тикет будет, на тебя тикет не жалоба. Слушай, нахуй, за им тикетом, если ты не видишь что-то творится за долбоебизм. Чел с двустволкой бегает, блядь, стреляет. Один монтировкой хуярит. Ты мне рот затыкаешь. Пошел нахуй вообще, сука. Я нормально предлагаю улететь вот туда поговорить. Спокойно, тихо. Да, нормально, блядь. А ты, долбоебник, говоришь про то, что я помеху создаю. Наоборот, пытаюсь помеху минимизировать, блядь. Ебанат, сука, комнатный. И ты меня еще обзывать, блядь, умудряешься. Я только прилетел на жалобу. С твоим голосом я бы не разговаривала. Да, с твоим голосом, блядь. Я бы с таким, как ты, ебанатом бы в жизни бы не заговорил. Ой, блядь. Да, убери отсюда дурачка одного. У меня откаты тоже есть. Да, откаты, блядь. Блядь, и откаты можешь себе в одно место засунуть, сука. Тут у вас на жалобе зверинец, блядский. У вас мэр, блядь, в коробке сидит. Один чел, блядь, с двустволкой летает, стреляет, блядь. Охуенно устроились. Я говорю, если жалобы на меня есть, полетели вон там, поговорим, где тихо. С одной стороны, с другой туп. Да, пиздец. Иди сам туда. Иди сам. Иди поговори там сам с собой, пожалуйста. Да он просто парень человек. Сидкура. Так я здесь меньше всего шума издаю. Буду. Постоянно. Тебя убили. Он угрожал человеку. Я спас. Он угрожал человеку? Я же Робин Гуд, блядь, а не бандит. Не мафия, да? Нон РП плюс фрекил. Здрасте, что я... Нет. Дядя, нет. Нет. Я спас человека от... От кого? ...грабежа. От человека, который его грабил. Так ты же тем же самым занимаешься. Как ты можешь быть Робин Гудом? Нет. Я спасаю... Я спасаю людей от этого. Спасаешь? Ну, тогда тем более Нон РП, потому что мафия занимается совершенно другим. Удача. Ладно. Какой ты злой, конечно. Бедный. Обиделся, да? А что ты его забанишь? Тихо. Обиделся? На что? Как ты меня можешь обидеть? Тихо, на то, что я спас человека. Ну, спасай день в другом месте, либо бери себе, покупай профу какого-нибудь Робин Гуда, где это можно сделать. И занимайся спасением всего человечества от грабежей на 5К. Так много людей так делает. Ну, мне все равно сколько людей так делает, ты мне попался сейчас. Вот на глазах, которые нарушил правила. Смотри, стой, стой, стой. Я не буду больше слышать какую-то еще трясню. Стой, 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 стой. Ну, тогда бань человека, который его ограбил, так как он грабил в общественном месте. Его тоже бань в таком случае. Почешь правосудить. Я бань этого почем. Постоянные войны мафии. Амбреллы, госов. За чё? Непонятно. Непонятно, что вот. А зачем стрелял тут? Здорово. Объясняй. Чучело? Почему чучело? Закрой ебало, ублюдок комнатный. Я тебе выдаю нон РП и оскорбление. Матюки, а ты не можешь матюкаться, потому что тебе не разрешают дома, да? Или что? Потому что в правилах написано, что за админоматериться нельзя. Хорошо. Да, да, да. Оскорблять зато администратором можно, пиздец. Да, животное ебаное. Закрой нахуй свой рот, никчемное животное, блядское на мафии. ТБ, быстро ко мне! Тут просто хуже. Матюки за админ. Куда ты бежишь, блядь? Блин, губ. Вот, да. Что делать, если за админом материться чучело эту тупоголубую? Да, чучело тупоголубое. Ты меня оскорбляет. Хуесос, блядь, отсталый. Куда ты бегаешь, сука, постоянно? Что ты делаешь, алло-клоу? Куда ты убегаешь? Меня разморозил. Куда ты убегаешь? Я не убегаю. Я за устаршего админа, который поумнее тебя на три головы. Ты материшься за админа и лоскарь. Какой же я не гадяй. Какой же я не гадяй. Ты меня оскорбляешь, чучело-конч. А я все слышу. Стрелил по человеку, который начал стрелять по мне. Если ты меня забанишь, я подойтикет на демочку, все записано. Да, 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 удачи. Тебя нахрен минимум снимут. Удачи. Тебя минимум снимут. Какой же я плохой пиздец. Уебка уебком назвал. Слушай, он жалобу начал с оскорблений. Как мне с ним разговаривать после этого? Ну все равно ты мог его замутить, но отвечать ему на это ты не имеешь права. Я всего лишь сказал в ответ, и не больно. Я понимаю то, что у тебя 5 часов. Понимаю, что у тебя 5 часов. А почему у тебя 5 часов, кстати? Потому что я наиграл на сервере 5 часов. А ты за 5 часов пиловнирку, да? Да, могу себе позволить. Хорош, чел. Управила, только подучи, пожалуйста, немножко. Да, я знаю. За админ-профу ты не имеешь права ни мать, ни оскорблять человека. А то есть меня могут поливать говном? Охуенно. Блядь, пиздец. То есть ты за админа должен хавать всю эту хуйню. Как я понял, тут вообще непаханное поле долбоебов, поэтому надо тут поработать изряд. Доставайте все оружие, готовьтесь стрелять. Нет, подождите. Можно, можно скажу кое-что? Нет, надо сказать что-то. Подождите. Подождите. Нет, 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 успокойся. Я тебе говорю. Мы тебя слушаем. Я в нее хотел. Я в нее хотел. Ты стоишь, подождите. Ждем. Это тамада его нельзя обращаться, он вернется. Подождите, у нас тамады нет. Как мы будем расстреливать без тамады человек? Да он живой. Не арестовывай, стой, подождите. Ну, ждем. Я в нее хотел, в голову прям попал. Кавказский. Готовь свою жопу для расстреления. Иди в Кавказе меня, Кавказе. Доставайте свое оружие, которое быстро стреляет, чтобы все было традицией. Давай. А куда ты меня отрепнул? Подожди. Ты даже ко мне не тэпнул. У меня такой процесс был, да. Что происходит? А это что происходит? Получается, Джаггернаут отрепнул. Кавказ. А почему ты не спросил, есть ли у меня рэпппост? Я наблюдал, у меня был рэпппост. Что это? У него был рэпппост. У меня даже если был рэпппост, то был рэпппост. Слышишь, Виктора, я тебе скажу, давно начинай писать демку, потому что этот администратор, он ведет себя неадекватно, у него 5 часов после того, о, нет, прикинь, я... Без разбора! Без разбора? Ты даже ему ничего не сказал? Смысл? А почему, если ты с ним даже не поговорил? Смысл? О чем здесь? Большой смысл, ты вызвал его на разборке. Ты вызвал его на разборке, почему не разбирать? Ты думал, что его молча забанил. Что мне разбирать? То, что он нарушил НРП? Ему это не очевидно, по-твоему? Ты должен с ним разобрать жалобу, ты 5 часов, о, вне, реально, я тебе скажу одну... Разобрать, блять, жалобу, да. Сука, что тут разбирать? Вы че дебилы нахуй совсем? Админки, ты оскорбляешь участников, никакого проекта, ты материшься с админы, ты баняешь без разборок, небольшой своей думать, тьму. 5 часов, о, вне, еще что ты говоришь, человек? Уже 6, уже шесть, угол. А, точно, 6 человек, точно. Какой фрикил, ухо! В смысле фрики? В смысле, прикил? Мы все здесь тили, почему мы ее расстреляли? Али не захотела выйти за меня замуж, вот наверное. Это не причина для убийства. Получаешь бан, получаешь тикет, у тебя причина, это причина. Я сейчас ДМК записываю, если что. А, понятно. А со мной что не так? Объясни. НЛР у тебя. В общем, когда я всех перебанил, теперь я могу вам спокойно объяснить, что все-таки будет сейчас. Они решили расстрелять человека, причина была ранее вот этим дурачком описана, это не является РП причиной. Первое. Фрикил. Когда болван, который блокировал камеры, убил по ошибке какого-то челика, это был тоже фрикил, но ведь он убил его по ошибке. Но все равно же, он целился совершенно в другого человека и тоже хотел его убить без причины. Джаггернаут отлетел у меня молча и спокойно за то, что нарушил НЛРП. Он спокойно наблюдал за расстрелом человека бандитами, а также помогал им в этом. В этот раз мне попался сквад ультра тупых долбоебов, еще глупее я не видел. За исключением этого челика, он хотя бы более-менее адекватный, но у него тоже есть нарушение НЛРа. Его убили и он снова пришел туда. Они отыграли РП, то что они меня вызвали. Да? Понимаешь? Да. Слушай, а в тот момент диалога никакого не было, что вы вызывали там тамаду и так далее. Вы просто обсуждали то, что вот он хотел там в голову попасть, вот убил нечаянно тебя. Обман у тебя еще. Да ты что, какая? Может хватит ныть, что я фрибаню, и просто ты поймешь, что ты немного не так нарушил или же отыграл какое-то правило. А может ты немного не так... Может ты немного не так пользуешься своей непривидами? Слушай, хорошо, вот ты вроде бы один из адекватных в этом скваде и в этой части игроков, которые я тут встречаю. Давай я тебе попробую более-менее спокойно объяснить, возможно, что тебя не устроило. Давай по пунктам. Первое, что тебя не устраивает. Во-первых, ты пошли людей, не использовав команду Гота к ним. Понимаю, ты, конечно, говоришь, что ты наблюдал за ними, но все равно... Второе, вызываешь людей на разборки и даже не разбираешься с ними, а просто обманешь. Тест, старух. Хорошо, давай первое. Первое, ну, я, во-первых, наблюдал за вами, и после этого у вас не было РП-процесса. Плюсом, плюсом к тому, что... Ну, а смысл мне Гота опять к вам писать? Оттепаться из одного места, где я с вами нахожусь, в другое место, где вы находитесь. Но я вижу, что вы ничего не делаете такого суперзанятного. Второе, не разбираешься. Человек отлетает уже не первый раз из-за нарушения того или же другого правила. Возможно, не первый раз он еще и это правил. Он не понимает того, что я ему говорю. Вот ты понимаешь мою речь? То, что я тебе рассказываю или же сейчас обид? Ты меня слушаешь же, да? Ты сейчас меня сидишь слушаешь, когда я что-то пытаюсь объяснить. Эти же челики меня либо оскорбляют, либо угрожают снятием за то, что я такой вот, знаешь, плохой, нехороший. Посмел их забанить. Они тут же начинают спамить в админ-чат то, что вот, тут козел-админ неадекватный. А смысл с ними мне что-то пытаться разбирать? Они не в себе. Я им пытаюсь нормально и адекватно объяснить. Они начинают орать, кричать, чтобы я ушел с жалобы, чтобы я позвал кого-то другого админи. Тот же Чайна, к примеру. У него жалоба была на мою якобы халат. То, что я ему выдал там бан, несоответствующий его нарушению. Он рассказывает админу о том, какой я плохой. Я вот в момент с ними нахожусь и говорю, ребят, тут очень шумно в этой админ-зоне. Там, чтобы ты понимал, что происходило. Челик какой-то бегает, с двустволки стреляет, кто-то лупит монтировкой. Я нормально никого не слышу и не сомневаюсь, что они тоже. Я говорю, ребят, давайте, если вы хотите это обсудить, улетим на другую крышу. Там поговорим, там потише будет. Никто не слушает, он продолжает оскорблять, все продолжают кричать, перебивать. Все начинают орать, чтобы я улетел, то, что я вот плохой такой, я ему посмел бан выдать. Вопрос, как мне с ними тогда нормально взаимодействовать, чтобы они себя не вели как животные? Ну, невозможно постоянно как-то терпеть вот это говно, а от людей хавать. Я надеюсь, ты это понимаешь. Вот я сейчас от тебя говно не слышу какое-то без остановки в свою сторону. Ну, за исключением того, что ты пишешь в админ-чат. Но я же с тобой нормально общаюсь, я же тебя не обзываю, я тебя хуями не крою просто так. Вот я сейчас демку посмотрел, увидел, что тебя убил вот этот Чайна. Он улетел за фрикил. Типа он говорит, он по ошибке убил кого-то. Но он же все равно хотел убить. Ну, возможно не тебя, а вон того чела на Амбрейле. Ну, фрикил есть фрикил. Ты говоришь, что они отыграли то, что они позвали там куда-то еще опять тамаду. Ну, то есть тебя. Они в этот момент никого не звали. Возможно, в Дискорде, да, они звали тебя. Или где вы сидите, общаетесь со своим другом Андреем. Вот. Возможно, там, ну, друг друга позвали. А в войс-чате я этого не слышал. Хотя я находился там достаточно долгое время, от начала и до конца, считай. Никто никого не звал. Единственное, что я слышал из обсуждений, как Чайна просто хотел в голову попасть, но не тому попал случайно. Ну, вот, видишь, он сейчас даже вот спамит то, что тут чел Овнера сливает. Каким образом я сливаю Овнера? Если бы я хотел слить Овнера, я бы, наверное, просто бы всех перебанил, разве нет? Я бы, наверное, всем бы муты повыдавал, не знаю, кучу оружия. Ну, если бы мог, наверное, и хотел бы слить. Я же просто вижу нарушение, тэпаю человека, первое время стараюсь ему его объяснить. Если чел неадекватный, то я не буду больше пытаться объяснять это и тратить время. Я просто выдам наказание и все. Он же видишь, чем занимается. Он пишет, что то админ Куслива, а то еще какой-то хуйней занимаюсь. Ну, с ним никакого диалога не будет. С тобой вот есть диалог. Дальше тебе слово, что ты думаешь по этому поводу. Ну, что я думаю по этому поводу, но все я понял, что касается неадекватных людей. Да, есть неадекватные люди, сам таких вижу не раз, но они все такие. И вот ты, тэппо, лэджикеннаута, я не знаю, он даже вроде как ничего не сказал. Ты его молча забанил. Это что-то первое. Что второе, ну, материться за администратора, это все равно халатно. Ну, с учетом всего, что было за все кучу жалоб, которые я сейчас разбирал, ну, грубо говоря, жалоб я их не подавал, просто вижу нарушение, тэппо разбираю. Это единственное, за что могут кидать претензию и за что я получу потом, впоследствии бан, когда ливну с сервака. Потом я снова после бана зайду и буду снова наказывать тех, кто нарушает. Но прикол в том, что в большинстве ситуаций, реально в большинстве, я так начинаю себя вести только в ответ на какое-то говно от игрока. Пример тому, твой друг, который улетел. Пупик вот этот, Андрей. Я его только тэпнул, он сразу же нарушил. 4.3. Оскорбление админ. После этого я не вижу смысла как-то уважительно относиться к игроку, который берет и с первых же секунд начинает оскорблять админа, который находится, грубо говоря, на слухе. К такому типу игроков, ну, у меня нет никакого ни уважения, ни понимания, ни сострадания. Для меня это никак иначе не игрок, а свинья. Можешь на эту демку писать, откаты делать. Но я думаю, тот, кто посмотрит такую демку, друг, знакомый твой или же какой-то админ, он будет просто солидарен с этим. И сейчас чисто из-за того, что ты со мной адекватно разговариваешь, я тебе не буду выписывать ни одного бана. Субтитры сделал DimaTorzok